Привет, бойцы! Сегодня профи дадут свои прогнозы на бой между Шоном Амели и Марлоном Верой. Меня зовут Иван Неумин, это канал Let's Time, ставь лайк и погнали! Шон Амели, восходящая звезда UFC. Вера, приличный ударник, черный пояс под джиу-джитсу. Определенно, это мой самый серьезный оппонент на сегодняшний день. С таким я и хотел встретиться. Думаю, этот поединок будет показателем. Знаете, трудно продемонстрировать свои навыки, если вырубаешь соперников за 2 минуты. Хе, людям кажется, что это лаки-панч или что-то вроде того. Но, думаю, Чита может выстоять дольше. Так что я покажу больше навыков, и люди поймут, что я представляю угрозу. Нет сомнений, что я выиграю нокаутом в первом раунде. Даже когда я выступал по любителям, у меня было много нокаутов в первых раундах. Марлон никогда не спарринговал с бойцами вроде меня и никогда не дрался. Многие люди говорят такое, но большинство бойцов просты, и Вера тоже. У него есть ударка и хорошее джиу-джитсу. У меня великолепная ударка и очень хорошее джиу-джитсу. Возможно, вырублю его в первом раунде, но, как я уже говорил, Чита крепкий малый, так что я планирую пробыть в клетке 15 минут. Могу представить нокаут во втором или третьем раунде. Потушу ему свет. Отчасти ему решать, насколько быстро он хочет отправиться в нокаут. Марлон Вера, представитель легчайшего веса UFC. Пришлите мне контракт, и я обещаю, что заставлю его сдаться и начать молить о пощаде. Алджемейн Стерлинг, топовый представитель легчайшего веса UFC. Марлон неплохой боксер, но в бою с Сонгья Донгом показал себя не очень. Думаю, бой пройдет в стойке, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы Чита хотя бы разок повалил Шона. Скорее всего, они будут махаться все три раунда, вряд ли Марлон способен на финиш. Но первый раунд будет для него крайне тяжелым, но я все-таки отдам предпочтение более опытному, Марлону Вере. Стивен Томпсон, топовый полусредневес UFC. Трудно предугадать, чем закончится поединок с участием Шона. Он комбинирует множество техник, и такого стиля определенно больше ни у кого нет. Он яркий ударник, выбрасывает вертушки и отлично режет углы, но при этом он достаточно силен в джиу-джитсу. Наверное, сейчас он один из самых популярных бойцов в UFC, и Марлон даст ему настоящий бой. Но я думаю, победит Шон. Натаниэль Вуд, представитель легчайшего веса UFC. Жаль, что не я буду драться с Верой, хотел бы с ним побиться. Думаю, Амели победит, даже не знаю почему. Наверное, на меня просто повлиял хайп вокруг него. Шансы на самом деле 50 на 50. Болеть буду за Марлона, но поставлю на победу Шона. Леон Эдвардс, топовый полусредневес UFC. Амели сейчас на крутом подъеме. Разве это не повод поставить на него? Брайан Келлахер, представитель легчайшего веса UFC. Классный бой. Первый серьезный оппонент для Умели. Марлон спокойно может провести весь бой в высоком темпе. У него классная ударка и сильная бжж. Единственный минус, что он редко подключает свою борьбу. Конечно, Марлон может даже потрясти Шона, но Умели, безусловно, может вырубить Чито. Респектую ему. Думаю, он вполне может победить в этой зарубе. Эдмен Шахбазян, средневес UFC. Шон Умели крутой боец. Думаю, он без труда выиграет у Веры. Мирав Двалишвили, представитель легчайшего веса UFC. Это настоящий вызов для Шона. Ведь против него будет отличный боец с сильной борьбой Марлон Вера. Если Умели победит, то люди прекратят в нем сомневаться. Он доминирующий боец, но мы еще не видели топовой оппозиции против него. Он, безусловно, может выключить Веру в первых двух раундах. Но затем он начинает уставать. Не знаю, кто победит, но это самый сложный тест в карьере Шона. И, возможно, у Чита есть чуть больше вариантов, чтобы выйти победителем. Дана Вайт, президент UFC. Умели один из тех парней, за которыми мы пристально следим. Так было еще с момента его участия в Contender Series. Шон – молодой парень, который только что вернулся. Надо дать ему несколько поединков перед тем, как он получит кодик Гарбранта. Если Умели победит сейчас, а затем подерется с Гарбрантом и победит его, то ворвется в топ-5. Мало кому из бойцов удается за свою карьеру войти в пятерку. Вот так думают профессионалы. Ставь лайк и подписывайся. Мы тут пытаемся набрать первую тысячу подписчиков. И обязательно пиши свой прогноз в комментах. Меня зовут Иван Неумин. Это канал It's Time. Пока.